Здравствуйте, дорогие подписчики канала Агробук! Сегодня 6 декабря и мы спешим рассказать, что произошло в сельском хозяйстве за минувшую неделю. В Минсельхозе цены на зерно назвали разумными, агробизнес рентабельным, а строительство социальных объектов в каждом селе делом невозможным. Все самое интересное. Далее о выпуске. Начнем по традиции с обзора цен на пшеницу. На прошлой неделе внутренний рынок, по данным аналитиков Русагротранса, оставался стабильным в целом по России и немного снизился на юге. Четвертый класс на элеваторах принимали по 12 тысяч 12 тысяч 400 рублей за тонну без НДС. В глубоководных портах пшеница с протеином 12,5% подорожала до 14 тысяч 500-14 тысяч 800 рублей за тонну без НДС. Если мы посмотрим на ценовой индекс, который демонстрирует нам Национальная торговая биржа, то увидим, что пшеница последние два месяца находится в диапазоне 14 тысяч 500-15 тысяч рублей за тонну на базисе поставки СПТ Новороссийск. И никак эту планку в 15 тысяч рублей преодолеть она не может. На малой воде закупочные цены снизились на 200 рублей до 12 тысяч 500 рублей за тонну без НДС. Причина – проблема с навигацией. Ветер выдул воду из реки Дон. Из-за этого около 30 судов застряли на рейдовой стоянке в акватории Ростовского порта, а еще 20 в устье реки. Об этом в воскресенье сообщил Росморич флот. И не сильно удивил, такое действительно уже случалось. Ухудшение погодных условий не позволило в ноябре отгрузить так много зерна на экспорт, как хотелось бы. По подсчетам Русагротранса, в ноябре за границу уехало 4 миллиона 750 тысяч тонн пшеницы, а рассчитывали, что уедет свыше 5 миллионов. Тем не менее, если брать статистику с начала сезона, трейдерам удалось немного подтянуться. Экспорт пшеницы с июля по ноябрь текущего года достиг 19 миллионов 800 тысяч тонн, что почти на полтора миллиона тонн выше, чем год назад. Но пока все-таки ниже рекордных значений сезона 2021, когда вывезли 22,4 миллиона тонн. Что будет дальше? Глава Икар Дмитрий Рылько на конференции «Агротренды России» ответил на этот вопрос расплывчато. По его словам, европейская территория России может рассчитывать на дальнейший рост цен. Но вера в это колеблется, потому что есть очень серьезные факторы на мировом рынке, которые этому препятствуют. Эксперт также сообщил, что не ждет роста цен на масличные. По крайней мере, на мировом рынке к этому нет предпосылок. Кому-то все, что мы сейчас рассказали, покажется грустным, конечно, но в Минсельхозе России считают, что печалиться не стоит и падение цен было закономерным. По словам замминистра Оксаны Лут, в последние два года цена на зерно была беспредельно высокой, даже неразумно высокой. И все понимали, что это исчезнет и будет нормальная разумная цена. Лут уверена, что сейчас цена является разумной. Это позволяет иметь определенную рентабельность нашим сельхозпроизводителям. Кстати, по данным Росстата, средние цены производителей на пшеницу в октябре составили 10 584 рубля за тонну. Это на 4 с лишним тысячи рублей меньше, чем в октябре прошлого года. Средние цены на ячмень и кукурузу по сравнению с октябрем 2021 года тоже снизились примерно на 2 тысячи рублей. На прошлой неделе произошел интересный заочный спор о рентабельности ВПК между одним действующим и одним бывшим работником Минсельхоза России. 10 лет департамент растеневодства возглавлял Петр Чекмарев. В 2018 году его сменил на этом посту Роман Некрасов, но Петр Александрович, как человек опытный в сельском хозяйстве, далеко не ушел и сейчас возглавляет комитет торгово-промышленной палаты по АПК. На уже упомянутой конференции «Агротренды России» Петр Александрович заявил, что объем закупок зерна в Государственный интервенционный фонд в этом сезоне при рекордном урожае должен быть не менее 20 миллионов тонн. Идея не новая. Чекмарев отметил, что запланированные к закупке 3 миллиона тонн – это, цитата, ни о чем. Под открытым небом миллионы тонн зерна просто гниют и значительная часть сельхозпроизводителей находится в предбанкротном состоянии. Спасти их от банкротства могут как раз госзакупки. Но Петру Александровичу заочно возразила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Из презентации, которую она представила на той же конференции, выходило, что рентабельность сельхозпроизводства в этом году снизится, но в минус все-таки не уйдет. Без учета субсидий показатель составит 17,7%, а с господдержкой все 21%. По словам Елены Фастовой, отрасль вернется к показателям рентабельности 2020 года, а господдержка максимально нивелирует те проблемы, которые возникают в сельхозпроизводстве. Ну и с этим, конечно, трудно не согласиться. Если одно хозяйство оказывается на грани банкротства, а другое в это время получает сверхприбыль, да еще и господдержку, то в среднем оба, конечно, живут неплохо. Для следующей новости в целом будет достаточно одной только инфографики, которую сделала наш редактор. Вы видите, как изменились цены на разные продукты питания в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года. Данные опубликовала Минэкономразвитие России. Молоко, сливочное масло, говядина остаются лидерами подорожания. А вот овощеводам не повезло. Картофель, морковь и капуста существенно подешевели по сравнению с прошлым годом, когда была сложная уборка и часть овощей вышла плохого качества. Рис стал абсолютным лидером среди всех продовольственных товаров по росту цен. Другие крупы дорожали не такими быстрыми темпами. Например, пшено подорожало всего на 2%, а гречневая крупа почти на 1,5%. Росли цены на все продукты животноводства, кроме яиц. Цена на которые, впрочем, уже начала восстановительный рост. Плюс 1,64% в течение ноября. По сравнению с прошлым годом, немного подешевели томаты. Однако цены на них в ноябре также вернулись к росту. В течение месяца томаты подорожали на 18,7%. В инфографике не отражена еще одна категория товаров. Это детское питание. За год сухие молочные смеси и фруктовые пюре подорожали на 18%. Мясные консервы на 19%, овощные пюре на 20,4%. Так что, в общем-то, инфляция в этом году сделает то, чего долго добивались специалисты по грудному вскармливанию. Интересную проблему, связанную с сельхозтехникой, обнаружил коммерсант. Дилеры не могут продать некоторые виды техники зарубежных брендов, поскольку на них с 1 ноября требуется оформить электронные паспорта самоходных машин, пишет издание. Для оформления паспортов дилеры должны подтвердить, что уполномочены брендом-изготовителем. Но сделать это зачастую не представляется возможным, потому что большинство зарубежных производителей техники приостановили, либо полностью прекратили работу в России. Объяснили в ассоциации дилеров сельхозтехники «Осход». И вот уже месяц техника копится на складах. По подсчетам «Осход» около сотни машин не попали к своим клиентам. В Минпромторге, куда обратился коммерсант, ответили, что сейчас совместно с Акционерным обществом «Электронный паспорт» прорабатывается вопрос о временном порядке оформления паспорта самоходной техники, поставленной в рамках параллельного импорта. А теперь новости господдержки. Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2023 года животноводы смогут получать федеральную субсидию на килограмм живого веса крупного рогатого скота, сданного на убой. Возраст животного не должен превышать 24 месяца. На этот вид господдержки в 2023 году будет выделено, как мы уже говорили, 600 миллионов рублей. С 1 января также будут смягчены условия получения грантов для фермерских хозяйств. Теперь семейным фермам и кооперативам, которые получают гранты, нужно будет создать одно рабочее место на каждые 10 миллионов рублей. Ранее закон требовал нанимать по одному работнику на каждые 3 миллиона рублей. Кроме того, владельцы семейных ферм с 1 января 2023 года смогут направлять средства гранта на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые находятся в муниципальной собственности. Первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что меры поддержки АПК ведомство еще будет пересматривать. Она объяснила это тем, что нужно поддерживать середняк в малом бизнесе, для того, чтобы этот середняк становился еще более устойчивым. Лут отметила, что количество игроков в малом бизнесе сокращается, но при этом бизнес укрупняется. По ее словам, малый бизнес и микробизнес живет какое-то время, а дальше рыночная конъюнктура не позволяет ему выживать, если он не будет развиваться и укрупняться. Замминистра указала, что сегодня господдержка рассчитана на очень маленьких игроков. Рассчитана на то, чтобы дать им возможность стартануть. Теперь же рынок требует усилить меры и дать больше поддержки хозяйствам, которые должны развиваться. Государственная политика будет пересмотрена, вероятно, и в отношении сельских жителей, а не только сельхозпроизводителей. Говоря о комплексном развитии сельских территорий, Оксана Лут отметила, что надо уходить от понятия, цитата, «населенный пункт» и переходить к понятию «агломерация». Вот что она сказала. Потому что инфраструктурой, социальной, инженерной, должны пользоваться люди, которые находятся в населенных пунктах на достаточно небольшом расстоянии друг от друга. Потому что строить объекты в каждом населенном пункте просто невозможно. Вот так объяснила замминистра. За время существования газеты «Крестьянин» мы не раз сталкивались с ситуацией, когда люди в небольшом населенном пункте сражаются с государством из-за того, что у них нет нормальной воды, газа, нет дорог. И каждый раз чиновники говорили, конечно, это шепотом на ухо. Ну, вы же понимаете, что в хуторе всего 20-30 человек живет. Куда им трубу тянуть? Это же такие огромные деньги. И нас эта несправедливость каждый раз возмущала. Но теперь все официально стало на свои места. Если ты живешь в агломерации, то можешь рассчитывать на инфраструктуру. А если не в агломерации, то топи углем и радуйся тому, что питьевую воду хотя бы подвозят. Ну, есть и положительная новость, касающаяся жизни населения. По поручению президента правительство сделало бессрочную программу социальной газификации и распространило ее на медицинские образовательные организации. Так что теперь детские сады, школы, поликлиники, ФАПы смогут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям. Ну, правда, в том случае, если весь населенный пункт уже газифицирован. И вдогонку к этой новости еще одна из Краснодарского края. Во-первых, жители Кубани стали меньше жаловаться. Количество обращений граждан за три года уменьшилось на 60%, сообщила пресс-служба администрации края. Ну, а во-вторых, из 90 тысяч обращений свыше 12 тысяч касались сферы ЖКХ, в частности, вот той самой догазификации. Часть жителей Краснодара, Абинского, Отрадненского и других районов заключили договор с газораспределительными сетями еще весной, но до сих пор не подключились к газу. Вице-губернатор Андрей Прошунин доложил, что главной проблемой стали задержки в финансировании, которое поступило только в августе. Но до конца года все поставленные задачи будут выполнены. Друзья, 50 дней остается до выставки Агрос-2023. Агрос – это международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарий и технологий для животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства. Агрос – одно из ключевых событий в аграрной отрасли страны. Выставка проводится при активном участии Минсельхоза Российской Федерации и ведущих отраслевых организаций. Агрос объединяет все ключевые направления животноводства – это и молочное, и мясное скотоводство, и свиноводство, и птицеводство. Конец января – оптимальное время для посещения выставки и активного начала деловой деятельности в новом году. На Агрос обычно подводятся итоги прошедшего года и говорят о планах на будущее. В этом году в рамках деловой программы состоится более 50 мероприятий. Мы тоже на этой выставке будем участвовать и приглашаем всех животноводов приехать в Москву в конце января. Закончим выпуск очень-очень грустной новостью для горожан, которые мечтали погрузиться в экзотический отдых под названием «Сельская жизнь». Согласно новому приказу Минэкономразвития, им станут недоступны такие народные забавы, как «принеси воду из колонки», «поймай водовоз и сделай запас на три дня вперед», «научись жить при лучении» и «найди сельский дом на улице без единого фонаря». Минэкономразвитие России утвердило требования к размещению в сфере сельского туризма. Документам предусмотрено, что объекты агротуризма в сельской местности должны быть обеспечены горячим и холодным водоснабжением, искусственным освещением как в помещении, так и снаружи здания, в том числе аварийным. Должны быть обеспечены системы отопления и вентиляции. В районах с перебоями водоснабжения необходимо предусмотреть минимальный запас воды не менее чем на сутки. Как объяснили в Ассоциации туроператоров, зачастую прекрасным и интересным с туристической точки зрения сельским объектам не хватает понимания, что и как надо сделать для обеспечения безопасного настоящего гостеприимства. На этом наш выпуск завершен. Друзья, мы просим вас в комментариях проголосовать, когда вам было бы удобно смотреть наши выпуски новостей, потому что мы сейчас задумались о том, чтобы их перенести на другое время. Предлагаю вам ответить на этот вопрос. Мы сейчас решаем вопрос о том, чтобы выпуски новостей ставить на канал в 6 утра по московскому времени. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там новости выходят регулярно. Подписывайтесь на наш канал.